Игра началась, я вижу по отражению в очках Икс Лорда, а по выражению лица фокуса вообще ничего не началось. А не, не началось еще. Икс Лорд просто заряжен, там быстро уже кликает, альтабается. Икс Лорд очень-очень-очень-очень собран. А там прям как будто спит на ходу, знаете, вот состояние такое. Экони Диуан, привет. В Найт, да, там пишут тоже фокус спит походу. Просто вот вообще реально спит. Такое выражение лица. Так вот, об этой катке, ой, в смысле, об этой карте. Икс Лорд может пойти крепить экспант не сразу. То есть он закрепит, получит второй лайвел. И уже с кучей жуков и с кучей там гулей и скелетов пойдет спокойно ставить... Сделай так, что мы гордились, маленький Лорд. А в остальном, там же Голем здоровый, с хорошим артефактом, которого ты чайником не добьешь. Поэтому... Поэтому-поэтому мне почему-то кажется, что все равно там будет Крипт Лорд и экспант просто с таймингом другим. Светоносный подержал, говорит, лучше не... Что? Понятно. Светоносный, это... Хорошо, что у меня озвучка не включена. Что за... Нет, все-таки ДК. Все-таки не жук, ДК. Парень с Ютуба к нам пришел. Ну, мне даже больше кажется, что с Твича, раз у него такие мысли. Но я не знаю, что он пришел сюда, если честно. А, он говорил, что с Ютуба. Понятно. Ну, Светоносный, лучше там. Лучше там. Либо меняйся. Хотя, судя по всему, измениться уже будет очень сложно. Либо лучше там. Стандарт, Икс Лорда... Ах, ну ладно, я, может быть... Я, во-первых, не видел сто лет, как Икс Лорд стандарт играет, поэтому... А вдруг там все отработано четко? Я говорю, что он просто начинает с красным. Что это? Я даже не получил имя, да? Не такой плохой артефакт пока что. Как же приходит, а? И понимает фокус, что он не может здесь просто так находиться. А, и сразу хайд. Шикарно. Зачем уходит, непонятно. Видимо, решил, что... Ну, надо все равно продолжать зафорсируем идти, правильно? Он ушел в сторону лавки, и надо было... Ну, надо было понять, что он, скорее всего, наверх, на оранжевую точку побежал. Окружение... Да не было там окружения тремя юнитами, но... Он же видит, подходит четвертый юнит или нет. Какое окружение хелфи? Да, просто отпустил почему-то фокус. Может быть, он специально отпустил для того, чтобы самому забрать эту... Эту точку. Да, это больше похоже на правду, друзья. Да-да-да-да. Хорош. И обходит, чтобы мага, да... Скелетами пройти к нему. Класс. Хорошая тема. Получает второй уровень. Ничего не отменяет, реально. Приходит Грант, такой, что... Ай, даже не добил Грантон. Не, он не возле леса стоял. У него там был проход. Вот, хелфи. Ну, отмотай, сделай скриншот, пожалуйста. Посмотрим. Но там не было сраунда. Там он стоял на отшибе. Пишу тебе каждый год с женой. Она совсем не понимает. Варкрафт нас смотрит. Каждый раз обещаю, что сам Мишкир передать тебе привет. В этом году к просмотру присоединилась моя дочка, Аленка. Аленка, тебе привет. Всем привет. Топим за фоги. Кто, кстати, из наших... Жену Кати зовут. Так, значит, дочку Аленка, жену Кати. Большой вам привет. Спасибо, что понимаете, пытаетесь понять мужа с его странностями. Вот. Мы тут все такие. Поэтому приятного просмотра. Из наших, кроме фогичек, к сожалению, здесь никого нет. Ну, вот мы в Икс Лорда за нашего считаем. Любой не азиат. Что он... Финды тут бегают. Очень хороший артефакт, да, получился в результате. Этот... Все мы со странностями. Да, да, да. Unexpected lucky. Благодарю за подписку на прем. Все мы тут такие. Говорит о светоносном и преддали. Опа, минус финн. Да, почему? Лосенок, ты меня не понял. Речь шла. Ой, синевик. Так, продолжаем, продолжаем. Жалко финда отдавать было. Пытается сейчас Гранта подбить, но он плотненький. Он плотненький. Подходит уже Таурен. Делается рейдер с сеткой. Да, фокус добивает. О, это очень опасный момент. Ну, там нет маны на чайник, конечно. То есть его там резко не убьют, как финда. Но... О, залил, залил хелфи. Сейчас посмотрим. Ну, его не окружить здесь. Мне кажется, не окружить. Но надо экспертов привлечь. Тремя юнитами там его не окружить. Он убежал за скелетами, скорее всего. Он не боялся окружения. То есть ФС убежал и... Ну, посмотрите. Спасибо, хелфи, что... Мне кажется, он там не окружается тремя юнитами. Но это без экспертов не определить. Так что я бы привлек третью сторону. Да, да, да. Это очень хороший крипрут от Экс-Лорда. То есть обычно такое бывает, когда ты точно знаешь, каким макаром... Каким макаром передвигается противник. На это довольно... То есть в каждый момент времени ты представляешь, где он находится для того, чтобы выбрать более оптимальную точку для криппинга. Более оптимальная, это более жирная или та, которая относится к территории противника. То есть... Да, форсир не успеет сюда. Мне беспокоит, что ДК очень битый. Телепорт. 24 хита. Вот сейчас бы чайник не слоить, если честно. Но зато он взял эту точку. Он добил просто нейтрала, это не так страшно. Да, зато там просто аура, потмы, плюс 10 урона. 36 лимита, 45. Ну как, на шахту собирать Экс-Лордовскую? Он может все, что угодно сейчас забирать. Все, что угодно может забирать, зная, какое количество здоровья там Экс-Лорда. Они придумывают на ходу проблемы у Фокуса. У Фокуса особо нет проблем. У него 50 лимита, делается база, и он крипит, что ему угодно. Да, вот, не так плохо для Фокуса, да. Разобрался Нео в ситуации. Хорошая бутылка маны еще выпадает. Нет, тут, конечно, Фокус на стандарте просто шикарно играет. Ну да, может, может. Да, он и будет, в общем-то, до 50 лимита. Просто у него время ограничено, к сожалению. Потому что он знает, что там делается база. Ну или догадывается. Поэтому. Ах. Поэтому. Как-то он стоит прям под лайтинг-щелдом все. Все коцается. Да, это странно. Ну, он думает, видимо, что получит второй уровень. А это, кстати... Это очень опрометчиво. Два дестройера. Ну, с другой стороны, Фокус. Типа, скелетики. Очень хороший стомп. Первым же. Еще там нейтралы под это самое помогают. Надо уходить вниз. А еще один Стомп. Надо дестройера пытаться хотя бы немножечко поддержать. Диспол. Волков прям под дестройеров вызвал. Ай, молодец. Фокус. Мана заканчивается у Таурена. 48, 45. Слушайте, а Икс Лорда тут хорошо расконтраливает. Это ГГ для Фокуса. Мне так нравится, как удивляются комментаторы. Ну, вообще, это было очень близко. Но вовремя поднятые дестройеры. Хороший Фокус получился. И тайминг шикарнейший просто у Икс Лорда. Главное сейчас сделать 60. Зигурат должен достраиваться под 60. И прямо сейчас выходить из лимита. Прямо сейчас выходить из лимита. Я не знаю, что он не достраивает. 49. Было 46, а сейчас 49. Не хватает Зигурата. Не хватает Зигурата. Но он, видимо, не ожидал, что хорошо разменяется. Так. А там были съедены юниты? Я просто не вижу, чтобы здесь 50. Ну, хотя приблизительно. Я думаю, один Фин... Нет, нет, нет. Тут никого не съедено. Это два дестройера еще. Таурен. Ой, Стомп опять хороший сейчас будет. И бутылка может зарешать. Минус Финт. Очень много иллюзий. Точнее, нет. Очень много дестройеров. Блин. Еще минус Дестер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Довольно быстро разваливается Текс-Лорд. У него нет контры к этому. Блин. Плохо, плохо, плохо. Четвертый ТЦ. Ну, правда, там, этот... Мана у героев просто завались. А Орк-то закончился уже. Все. Да. Сейчас можно держаться. Прям отлично. Там Койл. Вторая нова. Поехали. Главное... Ай-яй-яй. ДК под Фрост Армором. В целом, хорошо. Главное, что сейчас подкрепой не тупить. Ну, куда ты? Что ты делаешь? У тебя же даже мана была под него, но он, видимо, сейвил Койл под Арку. А, кстати, можно минус Форсиров сделать. Нет? Не хотим мы Форсиров? А, там большой бутылек. Это минус Лич. Блин. Да, у него маны не хватало на Койл в последнем... Да не... У него было 76... 76 маны на тот момент, когда Лич уже умер. Это значит, что у него не хватало маны на... Маны на не хватало ему. Но не все еще потерянным. Да, да, это правда. Это правда. Лич стоял долгое время, он не кидал новую. Это точно, абсолютно. Я думал, сначала он там скелетов жрал по КД, но потом на протяжении секунд 20 я не увидел ни одной новой. Вообще ни одной новой. Подумал, что... И тут озвучил как раз... Комментатор зарубежный, что... Что не кидал он новую. А там вторая новая, между прочим. Вторая. Там и Кадоя можно было забрать. Почти 5-5 уже. Ох! Ему нечем жать, у него Фрост Армор. Точно, у него же Фрост Армор. У него... Тогда он не кидал просто. Он не кинул две новые на свою ману. У него было где-то... Ну, я думаю, под... 250-то у него точно было. Я думаю, ближе к трем сотням. То есть у него было 75% маны. Когда он стоял и куковал. И... Для третьего лича это... Скажи, а старой Варкрафт не актуальна. Все матчи тренинг теперь будут на рефорш. Все будут на рефорш, но графику-то можно классическую менять. Все играют на классике. Если тебя смущает график, ты можешь ее поменять. Я сейчас перейду на Френдзи. Экс-Лорд тренинг в Гуулз. Пятый уровень. Ну и сразу, видите, ТЦ пятый, экспант... Был момент, был момент, когда у Экс-Лорда было на руках 500-600 голды, 50 лимита. И там отконтролил в битве хуже, чем должен был. И не подстроил юнитов. То есть вот в тот момент, когда он начал двигаться к вражескому Экс-Пу, одержав победу, надо было понять, что... Что Зигурат тут же надо тыкать. Тут же тыкать Зигурат. Тут же тыкать Зигурат. Собирается еще красный точек. Пятый фарс... Не взял артефакт, что ли? А, он выложил просто. Да, ДК такой маленький, просто на фоне этого Таурена. Все, ДК минус. Пытается уйти. Очень хороший стомп. Просто... Нет гулей, да, после стомпа. Жуть. Ну да, тут... Плюс 10 лимита у Фокуса, к сожалению. Дестроеры вроде как сражаются, кого-то убивают даже. Четвертый уровень получает ДК. Третий уровень получает Рейнджерка. 40 лимита на 60. Тем не менее, очень плохая ситуация. СГГ пишет Икслорд, это 0-1 в пользу Фокуса. Точнее, 1-0 в пользу Фокуса. Жалко, жалко. Очень жалко. Там были проблемы с микроконтролем на сражении рядом с Ничкой. Почему Кадоэга не вкусят первым? Это зависит от ситуации. С одной стороны, у него косарик хп, с другой стороны, он очень ценный юнит. И для орка, и, соответственно, как цель для вас привлекательная, очень должна быть. Но иногда ныряние в Кадоэ, если он стоит далеко, оно может очень плохо закончиться, потому что ты подходишь теми же самыми Финдами. Тут задача была забежать гулями в Ходхантеров, там, отфокусить Финдами те, кто, ну, не знаю, Виверн в сеточке. Вот, кстати, смотрим. 41-45, но это уже поздновато на самом деле. Это совсем уже поздно. Это не то. Это было до этого. Это финалочка уже. Короче, тайминг к атаке у Икс Лорда был шикарный. И первый атак он провел изумительно. Но потом продолжение атаки на Экспанд было плохим. Если бы, конечно, Икс Лорду, точнее, не Икс Лорду, а Фокусу, не выпал большой бутылек маны, но, опять же, вы... Это не рандом. Фокус закрепил и свой Экспанд, и вражеский Экспанд. Получил, соответственно, большую бутылку жизней, большую бутылку маны. То, что Икс Лорд не забрал ни одну из этих точек, это... Зато забрал другую. Забрал Трушу Тауру. В целом... В целом, жалко. Надеюсь, я на камбэк, все-таки, но... Фокус — мега опытный игрок. Экспанд. Сейчас будет джук на Сиренесе. Кто-то в чате написал про какие-то там... Про... Сейчас, подождите. Да, вот. Мика писал. Ненавижу его. Яичко деревенское, буженинка, свежее прям. Вот. И дальше не читал, но уже все, уже хочу есть. У фокуса на заднем плане, видите, фото со свадьбы Лина. Не знаю, к чему это. Заметил же, ну да, заметил же. Буженинка свеженькая прям. А-а-а-а. Нам, кроме зрелищ, нужен еще хлеб. Ну или мясо. Ну, образный хлеб. Может, все-таки пинг зарешал, драки на экспанде, 2-3 койла, молоко влетели. Любимый внучок Лин. Ладно, посмотрим. Посмотрим, что будет на этой... Я надеюсь, что будет джук, я надеюсь, что будет игра по-другому, абсолютно шаблонно, что будет экспант, что будет макро. И... Посмотрим. Ториер говорит, мясо и венцо еще. Что ж вы начинаете? Я думал, майкер равнодушен к еде. Ну, надо и периодически есть. Жук. Жук. Хотя я не жалуюсь, меня весьма хорошо кормит. Этого не скажешь, конечно. Но... Вчера была рыбка очень вкусная какая-то, жареная. Прям... Коты оценили. Оба причем. Вы маршали, как будто их вообще не кормят. Но это реально коты-спортсмены. У них чисто... Чисто развести тебя на еду. Икс Лорд все равно заряжен. У него какие-то там движения еще. Идут. Такие нервные выдохи. Ну, такой адреналинчик. Адреналинчик. Когда ты на ровном месте начинаешь там дрожать или там подпрыгивать просто, и у тебя прям всего прет. И это адреналинчик. Очень быстро выгораешь. Обычно хватает на, не знаю, накаток 8. После этого, после ланов, на которых ты подобным образом играешь. Во-первых, спится хорошо. Во-вторых, все прекрасно ты запоминаешь. Очень яркие воспоминания. Это все из-за... Тэм не нужна разведка. А икра красный поверх черный есть? Нет. Ну, во-первых, не любители икры. Зачем? Зачем? Ну, там и рыба была. Я не уверен, что она какая-то была прям... Прям фирменная. Очень важная рыба. Он здоровый был, конечно. Но я не уверен, что... Вкусная, в общем. Вкусная. Так, большой инвол для жука особо... Ну, не самый ценный артефакт, мягко говоря. У форсира большая бутылка маны. И фокус сразу бежит харасить. Ой, знает он. Он все знает. Что? Что? Я только подумал, что... Ой, смотрите, какой молодец. По таймингу. С другой стороны, он здесь получит действительно второй зарядный большой артефакт. Добил Лайфинг Шелдом одного. Добил, добил, добил. Не добил второго. Но третьего не хватило, а должно хватать. Плюс, как с Лордом. Конечно же, плюс. Здесь тоже третьего не хватает. Книгу не прочитал. И идет вот... Импейл же. Да ладно, окружил сразу с первого раза. Инвул? Ну, инвул там 15-секундный. Да. И да, и что он дальше-то будет делать? Ну, там нет и... Там нет этого. Там нет импейла. Ну, правда, Гранта еще одного убьют. Ой, недоконтроливает фокус еще Гранта. Там его жук начинает бить. Ой, как же Икс Лорд встретил. Минус две бутылки жирные. Большой инвул. Гранта добили. Третий уровень получил. Такую игру нельзя отпускать. Просто начало шикарнейшее. То есть, не отмены Зигурата, не отмены пока что Шахты. Минус два артефакта, которые стоят... В смысле? Почему дилай? Это нормально же все. Что-то дилай там ноль в ноль. Там ресурсы идут. Должен был с третьим левелом приходить, менять экспорт. Да, 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 да. Ну, там Лайтнинг Щилд, понимаете? Нам накосячил с Лайтнинг Щилдом. Ошибаются, ошибаются все. Говоря об ошибках, сегодня после стрима обязательно будет фу-фашечка. Очень хорошо поиграли вчера. Дрим Тим. Если пропустили, посмотрите. Вот. И начало, конечно, шикарное для Икс Лорда. Базу он ставит, пока ее никто не отменяет. Хотя там Форсир идет. И вот, если там нет прикрытия, то он очку отменит. Нам не показывают. Ну, покажите нам экспант. Да, шаманы и волкеры. А, тут тролли, два колита. Хватит, да? Да нет, МПЛ-а. Нет у него МПЛ-а. Да, вот это ошибка. Надо на телепорте, типа, разводить, но... Окружил. Хорош, минус телепорт. По крайней мере, минус телепорт. О, это еще немного дамаги на Акклайдс. Умер! Что? Что? Третьего Форсира продался ТП? Я кричу мимо микрофона, потому что там наверняка клипы будут. Может, он... Может, Фокус заснул? Ну, такое бывает, конечно, у пожилых людей. Чтобы Таурена прокачать быстрее. Да, там нет бонуса по скорости прокачки, если у тебя уже построен герой. Это как бы так не работает. Ты можешь, если хочешь Таурены качать, просто не подходи к нему, и он прокачается. Оооо... Да нет, как он убьет ТЦ второго уровня? Что вы там... О, у него там маны нет, оказывается. ВДМ. Ё-моё. Шесть жуков идёт, и Икслорд идёт на орковскую базу одним героем и шестью жуками. И он даже кого-то здесь может подъесть, там тролль битый, грант битый. ВД тоже бьёт. Да. Ну сейчас он сам просто выигрывает время для того, чтобы сделать тег, для того, чтобы выйти, помните, в ту классную ультимативную связку. Сейчас вот в Дестройеров точно надо выходить, потому что у него одни кастеры просто. Нет, нет, куда зашёл-то, ну? Блин. Ну он где-то в другом месте был. ТП. Ай. Да, конечно, Нессери. Было видно, что он не здесь находится, но... Да, он строил, вот он что строил. Да. Ну что, выходит ФС. Может через зелёный пройти, чтобы... Чтобы жуков взять. Ну экспант стоит. Здесь второй импейл будет. Вся карта в нейтралах, а вы думаете, как он будет второго героя качать. Карта здоровенная, просто пили, дели, как хочешь. Я справлюсь, и над Вичем никогда не было. Хорошо, Светоносный. Хорошо. Мы будем следить за тобой. Присматривать. Ой, опасный момент. Тут, к сожалению, нельзя добивать этого Йети, потому что там есть чайник и... То есть форсир доедает его спокойно, даже не оставляет жукам шанса на... Да, он там рабочий шёл на экспант, фокусы делать. Да, да, да. Есть ещё время, где-то минуты две с половиной у Икс Лорда, до того момента, когда фокус начнёт получать преимущество. Точнее, начнёт... У него будет столько же денег в минуту, там, в секунду, сколько же у Икс Лорда. Сейчас он пока... Ооо, вот это мув! Браво, браво! Да какой Типи? Ему вот этот экспант... Понимаете, когда... Когда вы отменяете экспант, в котором вы в прогрессе больше минуты... Больше минуты. Понимаете, да? Вы уже окупили телепорт в два раза. Класс. Конечно. Там минуты полторы просто. 900 голды он выиграл. Он сам эти деньги добудет, а фокус не добудет. Он себе реально выиграл прям нужные полторы минутки. Очень нужные полторы минутки. Всё, закопал жуков. Дирижабль, что ли? Дирижабль покупает. Нам не показывают, но он купил дирижабль и полетел. Жук летает. О-о-о-о! Вот так вот. Следите, следите. ДК выходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Нас... Нас раскусили! Шеф, всё пропало! Жуки побежали. А, кстати, можно же на жуков телепортироваться, всё ещё. На дальнего жука можно попробовать степешиться, не? Успеем? Трупов нет. Трупов нет. Трупов нет. Почти косарь на руках, лимиты сопоставимые. Ставит вард для контроля фокусов. Нет, сейчас всё есть у X-Lord для того, чтобы... Ещё разок стелепортироваться, отменить экспанд. Да, там Т3, Дистры. Можно потихонечку к 50 и готовиться выходить из лимита. Но неудачное место. Он не отменил его, что ли? А, там две вышки. Им плевать. Добил сам. Реально, вся армия там искала жуков. Может, всё-таки стелепортироваться? Там, ну, не сможет. Там не хватит урона для того, чтобы добить это всё дело. Ну, в принципе, время-то уже выиграно. То есть, сейчас уже будет выход из лимита. Смотрите. Уже 50 у X-Lord. Есть под 70 у него зигураты. 800 голды. И Лит сейчас выходит. Ворбу покупаем. И пыщ-пыщ. Делаем грейт на Дистров. И выдвигаемся. Да, 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 да. Ну, там Берсы строятся. Она только строится. Я вижу только четверых. Двоих, точнее. Один покупной, двое нормальных. Да. Попробуем сейчас. Оценить выход X-Lord. Я не понимаю. У него всё... Он всё ещё на лимите 50. Он хочет ещё немножко прокрипиться. Он видит, что уже нычка работает. Что пора... Пора предпринимать какие-то более активные действия. Возможно, он хочет, там, поближе к второму уровню. Деку подкачать. Ой, какой крипджек неудачный. Какой неудачный крипджек? И X-Lord вообще не здесь. Реагирует отвратительно. И здесь нельзя сражаться вообще. Импейл хороший. Свиток вынужден юзать для того, чтобы финда убить. Подрезает сам троля. Клэп неплохой. Берсерков, кстати, нет. А нет, берсерки уже есть. Это они так выглядят просто. Тысяча голды. Просто у фокуса это как? Почему? Хороший импейл. Просветка на финдов. Лич очень битый койл. Минус шаман. Деку подконтраливает. Не понимаю, что происходит. Ну, там 1200 голды. Вот это вот мне... Ну, это ошибка фокуса. Вот 1300 голды — это вот привет Соколу передаем. Из серии мы... Вроде как сражение только-только... Ну, уже почти закончилось, а мы все еще не сделали до заказ. То есть вот эти вот деньги на руках, они... Ну, правда, Икс Лорд не идет сразу в атаку. Вроде у Икс Лорда в данном случае... Не, надо Тирижаблю покупать ДК, второй чайник. И падает ДК, импейл. Он хотел спасти себя, Дэв Пак там не получилось. Ну, подрезает, Дирижабль есть. Но все равно плюс вроде как у Икс Лорда. По лимиту, имеется в виду. Он тут разменялся очень хорошо. Просветка очень хорошая. Форсир, Фокус. Что у него? А, у него ТП есть. Надо собрать этих магов, как раз ДК выйдет под этот момент. Но проблема в том, что... Опять у Фокуса какие-то проблемы с продакшеном. 1200 на руках, у него даже 50 лимита нет, понимаете? Вот он сейчас берет и дозаказывается. Очень странный дозаказ. 48. Так, 57. Икс Лорд должен, и он выходит из лимита. 57 он уже в апкипе достаточно давно. 51. Здесь уже все закреплено, кроме одной зелененькой точечки. Но ее надо брать, потому что если ее... Можно ее даже взять ради пятого жука. Тут берсеркеров уже прилично. Ну, там импейл. Если притащить сейчас декой, а он возьмет, наверное, бутылек как минимум один маны. Че, пушить не будет? Не будет пушить. Есть опция уйти вправо и докрепить спокойно 3.5 сделать. Забрать вот правый верхний угол. Видите? Центр и право. То есть, пофиг, что у орка экспант, но как бы у тебя тоже экспант. Сейчас уже доработать по героям. Забить на мелких. Да-да-да, но фокус это понимает. Фокус не будет так просто тебе отдавать. ДК вышел, взял инвол, взял свиток. Ой, Таурен врывается уже. Хекс. Диспл, стомп. Ну, вообще тут дестройеров вагон. 55 лимит на 65. Я не знаю, зачем здесь будет драться. Но хотя у него много... Где импейл? Где импейл? Где импейл? Импейл идеально можно сделать! Ну, давай! Давай! Уоу! Ну, почти, да. Прекрасный импейл. Scroll of the Beast. Тут должен разваливаться вообще фокус. Еще один импейл сейчас будет через пару секунд. Ну, правее возьми, правее заранее возьми. Ну, кривая какая импейл. На 2-3 юнитов максимум. 50 лимита на 61. ДК живой. Да, там Нова пробила хэдхантеров. Дестройеров недоконтраливает немножечко. Минус 1. Но берсеркеры уже отваливаются. То есть их осталось реально очень мало. Сейчас Лича будет убивать. Койла нет. Койла нет. Минус 3 лич. А там маны не было, оказывается. И размен уже как бы плохой для Икс-Лорда. Я не понимаю, что происходит. ДК сейчас начинает фокусить. ТЦ пятый уже. Да ё-моё, как так получилось? Еще один хекс. Минус ДК. Переконтролено называется. Переконтролено. И 1400 на руках. У него было плюс 10 лимита там. Да там импейлы не идеальные были. Первый был неплохой, а потом уже были... Да и Дестроф он недоконтраливал. Надо было к лесу, наверное, везти их. И там держаться просто. Чтоб там эти берсеркеры офигевали от невозможности достать Дестроф. Там же воздушных юнитов вообще нет. Рядом с лесом сражался. Как вообще Дестроф там умирали? Да, но только там импейл не третий. А так все правильно говорить. Ну, сейчас Фокус собирает... Во-первых, его герой уже 5-5-2. Там 5-2-3. Лича в таверне, Деку... Ну, понимает, что да, нужно хоть что-то крепиться. Койл, конечно. Ставлю на Койл. Ставлю на Койл. Ну, куда? Лича забыл. Ай... Ну, это да, это мисплей просто. Он умрет. Не успеешь ты. И мотает головой. Тоже Экспа. Там осталась для Деки парочка точек справа. Причем ты не можешь туда... Смотрите на Таверен. У него там 2 бутылки таких, регенерация маны. Да, есть Абомы, Мертвый Лич. 2-2 все еще работает. Тяжело без Деки Удо играть. Да, тяжело. А, без Ауры Деки. Короче, будет спокойное принятие решения. У Экспа. Сейчас он получит третий. И мы сейчас посмотрим, Ауру возьмет или второй Койл. Я не уверен настолько, как к товарищу. Взял третий. И здесь уже Тауриен. Ёпресс, это прикольно. Еще один стомп. До свидания. Просто унижение. Я бы вышел. Ничего он не взял. Экспа улыбается и проигрывает. Вылетает с турнира. Я не уверен.